Турция официально открывает совместный координационный центр для экспорта украинского зерна в рамках соглашения, поддерживаемого ООН и направленного на возобновление поставок впервые после февральского вторжения России в соседнюю страну. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что обязанностью этого центра является обеспечение безопасной морской перевозки зерна и аналогичных продуктов питания, экспортируемых из украинских портов Одесса, Черноморск и Южной. Первые суда, скорее всего, отправятся в плавание в ближайшие дни, сообщил среду представитель Одесского областного военного управления Сергей Братчук. В Москве представитель МИД России заявил, что в ближайшее время должна быть дана оценка подписанным на прошлой неделе сделкам, но призвал к конструктивным усилиям со стороны международного сообщества. Мы привержены своим обязательствам и настроены на эффективное выполнение стамбульских договоренностей. При этом большое значение имеют конструктивные усилия других стран, в том числе честное содействие со стороны ООН и добросовестный подход международного сообщества. В первую очередь западных стран. После встречи со своим испанским коллегой в Варшаве, премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий заверил, что его страна готова помочь вывести украинское зерно, заблокированное россиянами в Черноморских гаванях. Мы готовы помочь в экспорте украинского зерна, так как отсутствие экспорта может привести к колоссальному дефициту доступа к зерну, к пшенице, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. По данным украинских властей, российские войска продолжают штурмовать Луганскую область и атаковать Донецкую. Николаев и Харьков вновь подверглись обстрелам. Повреждены гражданские объекты. В Харькове ранения получили шесть человек. Неспокойно в Сумской и Днепропетровской областях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова